Всем привет ребят, с вами мистер Ванька, и именно с такой ноты мы начинаем третий наш день, получаем уже последнюю анимированную краску, и я думаю, что именно таки сегодня вечером мы уже получим нашу рельсу Легаси, ну и также Харюк ХТ, не знаю насколько круто будет выглядеть данное сочетание на нашем любимейшем вооружении с нашими топовыми красками, всё это дело мы сможем увидеть вечером, но вот прямо таки сейчас я получаю данную краску диска 2.0, не сказал бы, что она прям так жёстко и эффектно выглядит, но сегодня у меня есть тема для разговоров, хотелось бы вообще в принципе рассказать, на каком вооружении проще всего наверное таки набивать звёзды, я думаю, что многие ребята ещё их не набили, и в какой-то степени для вас ещё не имеется та полная информация, которая имеется у меня. 43 уровень, а это значит, что в принципе осталось всего лишь чуть менее 500 звёзд, и совсем скоро уже мы получим то, чего я так хотел. 44 уровень, давайте пикнемся в каточку, я думаю, что это будет какая-то демка, всё же в соло мне будет проще именно таки в данном режиме, как вы видели, я также сейчас закончил каточку досрочно, и в этом плане реально есть что сказать, наверное, самое лучшее сочетание вообще для меня на эти звёзды, это вот именно таки то сочетание, на котором я сейчас нахожусь, это викинга страйкер, это уран, и это самый важный дрон, как по мне, это дрон бустер. 44 уровень, за счёт этого дрона, что в режиме ДМ, что в ЦП, что в ЦТФ, вы можете очень таки быстро набирать опыт, и поэтому, если вы, например, играли, ну не знаю, на каком-нибудь там условном штурмовике, либо же ещё на каком-то другом дроне, но у вас при этом имеется фулл прокачанный бустер, вы просто зайдите в какую-нибудь демочку, да даже условную ЦП, и просто сравните, насколько круто можно набирать опыт просто за счёт своего дрона. В этом нет ничего удивительного, так как по большей части именно таки резиста от страйкеров в таких катках не имеется, и даже с тем условием, то что якобы страйкер у нас занерфили, он низ того нагибает, и как по мне, даже если я, например, условно два дня назад чувствовал то, что реально он занерфен, и реально есть какой-то маленький процентик того, что он стреляет медленнее, то сейчас данная именно таки движуха вообще, как по мне, не видна, и спокойно вы можете на данном вооружении заходить и комфортно набивать киллы, что это будет в ДМ, что уже это будет какой-нибудь другой формат. Конечно, играя в соло, здесь есть определённые минусы, когда вас пикает, например, в катку, которая размерами, наверное, таки больше, чем условный какой-нибудь Кёльн, и здесь уже имеются какие-то свои определённые проблемы, когда вам приходится больше бегать, больше сближаться по дистанции, всё же надо понимать, что на страйкере с ураном на большом расстоянии, на больших картах не совсем удобно играть, и в каких-то моментах бывают такие ситуации, когда вам приходится либо в большое именно таки расстояние стрелять, либо же передвигаться на какие-то большие дистанции, теряете время, не набиваете киллы, но в общем и целом 30 киллов, которые сейчас у нас имеются в ДМке, при том раскладе, если у вас имеется какой-то запас, не знаю, стимул ваш, и вы в какой-то степени понимаете, что нужно делать ДМки, то для вас вообще не составит труда набить, ну если не 30, то набить как можно ближе киллов именно к этой 30-точке, и занять спокойненько своё первое либо второе место, и получить 6 звёзд с такой каточки. Вчера я попробовал поиграть, наверное, около 10-15 каток, и из них 10, 10, 10, допустим там было 12, из них 10 каток было с досрочным завершением, не знаю, то ли мне так жёстко повезло, и все эти катки были подряд, по 4-5 минут условно они заканчивались, и когда я закончил две катки без досрочного завершения, когда я понял, что уже, ну как-то не так идёт, я понял, что да, да лучше я не буду играть уже, это ДМ, подустал, конечно же. Что касаемо именно-таки набития звёзд, то набивать их можно в ДМке, но здесь условно имеется определённая концентрация, то есть пока вы, можно так сказать, свежей силами, когда у вас идёт игра, когда вы ни на что не отвлекаетесь, когда вы не смотрите никуда, а чисто заняты именно такой игрой, понятное дело, что сейчас, когда я была боли, у меня так ничего не идёт, потому что здесь нам надо реально смотреть за хпшкой, надо понимать, куда раздавать бустер, в какой ситуации лучше, что предпринять, а когда я здесь просто сейчас разговариваю, понятное дело, что у меня не будет идти та игра. Ну и когда я взял именно-таки эти два, два места первых без досрочного завершения, я понял, да ну его нафиг, зачем мне набивать, пойду-ка я лучше в какой-нибудь другой режим и там уже попробую что-нибудь сделать. Поэтому, условно говоря, пока вы свежие, спокойно идёте, набиваете киллы свои в ДМке, завершаете катки досрочной и самым простецким образом забираете звёзд. Что касаемо вооружения, ну здесь я уже всё сказал, я не знаю, кто бы мог поспорить с викинга-страйкером, если у вас есть какие-то аргументы, если вам не нравятся данные сочетания, ну тогда я вам не могу посоветовать на нём играть. Ну а если вы выбираете, не понимаете, на чём можно сыграть, ну серьёзно, резистов мало. Условно, два резиста на ДМку, но это вообще, считайте, без резиста катка, потому что, ну, в таких катках вы не встретите столько игроков, что они будут вам мешать, но принципиально в таких ситуациях намного-таки проще ориентироваться, если даже вас будет какой-нибудь такой игрок раздражать, я уверен, что в какой-то ситуации вы просто можете убежать от него и не допустить того момента, что он вас будет просто в спину там нагибать или ещё что-то делать. Ну а вот бустера вся фишка в том, что как только вы видите двух-трёх игроков в одном месте, вы просто прожимаете ДДшку и просто уносите их на респ. И это именно-таки тот момент, когда вам надо просто искать кучки игроков, которые между собой перестреливаются, а вы просто подъезжаете, забираете, например, двоих, например, троих, и спокойнейшим образом забираете те киллы, которые они просто, ну, не смогли добить друг друга, и в этом плане получается у вас всё очень-таки супер. Единственный момент, когда нету таких вот микродуэлей, надо пытаться их как-то создать, надо пытаться заманить какого-нибудь игрока на определённую зону, чтобы один игрок сместился на другого и попытался его зарашить. А вам надо просто дождаться того момента, когда вы сможете задамажить двоих, забрать два килла, может, там, три будет даже килла в одной зоне, потому что у вас имеется пять секунд, а это три выстрела с данной установкой уран, и за это время вы, в принципе, ну, грубо говоря, три килла как минимум вы должны забирать при хорошей установке, то есть, если, например, у вас такая вот ситуация имеется, ну, здесь, конечно, два танка вместе, и то у меня урона раздаёт мало, потому что данные два игрока были целые, но всё равно свой один килл я даже в такой ситуации забираю, поэтому как минимум, как минимум, в даже самом плохой, в самой плохой ситуации вы с данным дроном забираете один килл с демки. Ну и считайте, если вы, например, зарез пились 15 раз, то как минимум, то есть, у вас 15 киллов имеется, ну, если вы, конечно, я не знаю, не ФК стоите и какой-нибудь ерундой занимаетесь. Условно говоря, сейчас катка у нас не завершается досрочно, но свои 6 звёзд я зарабатываю. Вот такая вот красочка, мы едем дальше, именно таки сегодня, я думаю, что мы уже вечером набьём данный скин Легаси, вы сможете прийти, посмотреть, увидеть. Пишите свои комментарии, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, если вы вдруг ещё не подписаны, поддерживайте всю эту движуху, приходите на стримы, играйте вместе со мной, набивайте звёзды. У меня на этом всё, всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok